В книге тут нет ни малейших сомнений. Тем более, что книга мне нравится. Как она оформлена, это очень красиво. В компьютерном варианте это было иначе. А уже в книжном, красивая обложка. Разумеется, здесь прекрасная верстка, редактура. Сделано все очень-очень профессионально. У нас на Украине все меньше и меньше издательств работают профессионально. Это большая проблема. И практически осталось несколько издательств, которые еще держатся на плаву и работают с авторами. Остальные перешли на интересную форму работы. Они печатают открытки, плакаты. Очень любят предвыборные какие-то компании. Естественно. И тех авторов, которые находят где-то деньги, себя напечатать, они тоже очень охотно издают. Но читать это, естественно, никто не читает. У нас другой случай. Расскажите, пожалуйста, что вошло в книгу? Почему она так называется? Да, в книгу пошли две повести, написанные вновь буквально совсем недавно. Психопат и Плайо де Ара. Они совершенно разные. Психопат – это психологический триллер. Практически это попытка отобразить мир маньяка. Маньяка, как я скажу, ощущение, изнутри. Что из этого получилось, трудно сказать. Но, по крайней мере, читатели не чувствуют депрессии после книги. Наоборот. Хотя главный герой, от лица которого, собственно говоря, этот психопат, главный герой погибает в конце, потому что замахивается на нечто большее, чем он способен проглотить. Но при всем при этом остается светлое ощущение, потому что это продолжение серии про апрель. Там серия рассказов и повестей, которые объединяет главная героиня апрель. Апрель – это такой вот вымышленный образ. Это такая вот мечта, к которой, наверное, стремится любой мужчина. В данном случае мой психопат тоже попадает под ее чары. Но в конечном счете он не справляется с этим. То есть он кончает жизнь самоубийством. Хотя думает, ну как кончает жизнь самоубийством. Это очень сложно, на самом деле. Не будем раскрывать всех секретов. Но самое главное – она выживает, она, конечно… Нет, она, надеюсь, она появится и в следующей повести. Там такой литературный эксперимент задуман. Следующую повесть пишу не я. И девушка, которая пишет от повести художницы, ну, одной из действующих лиц самого первого рассказа. Вот, и она тоже встречается с Апрелью, и там тоже, в общем-то… Потрясающе. То есть это такой переходящий персонаж, который… Да, 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 это такой сквозной персонаж. У разных авторов. И вот теперь у разных авторов, да. Это вот такой литературный эксперимент. И это очень, да, если это получится, это, наверное, будет любопытно. А вторая повесть? Вопросик, да? Наиль, как вам творится в условиях гражданской войны? Скажите, как вам в Адресе тут живется? Дмитрий, в условиях гражданской войны творится очень и очень хорошо. В последнее время. Но первые месяца 3-4 я просто не мог ничего писать. И, конечно, когда вот случилась эта трагедия в Доме профсоюзов, вот, когда погибли люди, и мы точно не знаем, сколько людей там погибло. Вот, мы знаем только официальные данные. Может быть, были и другие погибшие. Опять-таки, нам это неизвестно. Вот, так вот, после этого тоже писалось плохо. Но сейчас хорошо, какая-то странная закономерность. Чем хуже дела идут у Украины, тем лучше мне пишется, и тем успешнее идут дела лично у меня. Смелые слова. Да. Да, вот, странная такая вот вещь происходит. Я надеюсь, что мы как-то все-таки опять вернемся на одну траекторию. Но ваше творчество вообще вне политики по-любому, да? Да, да, оно безусловно. Просто говорите о каком-то внутреннем, собственно, состоянии. Просто вот эта вот книга, которая вышла в украинском издательстве, в украинскую мову психопат, она вошла в число лидеров конкурса книга года. То есть, как бы, ну, на Украине это заметное явление, выход этой книги. Я имею в виду на украинской моле. Вот. Здесь, конечно, в России я совершенно неизвестный автор. Вот. Это первая книга. Люка был до начала. Да, ну, я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится. Те, кто читал, отзывы совершенно позитивные. Да, я... Вот Иван, кстати, прочитал. Я не знал до конца ее, я начал читать дископат. Поражет. То есть, и идея самой, и запомнилась, как бы, где она написана. Если можно, пару слов о второй повести. Да, теперь о второй повести. А Катя, Катя вообще психолог по образованию. Ее, собственно, название особенное. Ну, Катя, вы уже прочли повесть? А, ну, тогда профессионально вам будет, профессионально будет интересно, потому что несколько психологов читали, и со мной ввели потом долгие беседы. Но у них не было серьезных замечаний. Интересовались, все ли у вас в порядке? Да, вот так вот они на меня немножко смотрели. Ну, издатель даже, ну, издатель знал меня раньше, мой украинский. И он сказал, если бы я тебя не знал бы, я бы подумал, что нормальный человек этого не может написать. Что это может написать только маньяк. Говорит, ну, я же тебя знаю. Как тебе это удалось? Я говорю, это вот я выпустил то, что где-то вот пряталось внутри. Кстати, в момент написания мои знакомые, в общем-то, люди говорили, что я несколько иначе даже вот выглядел, когда я это писал. А моя очень любимая мною девочка, ну, лет двадцати, вот, с которой мы участвуем в этом литературном эксперименте, один раз просто... Просто я ее жутко напугал, когда писал, что-то она мне сказала, я ее взял за волосы и начал, чего никогда не было ни то, ни после. Но она с пониманием отнеслась, она говорит, я вижу, ты, говорит, полностью вошел в тему. Вот, причем по какому-то пустяку что-то она мне сказала, я говорю, сделай, пожалуйста, пересядь. Она не пересела, я ее пересадил на силу. Ну, вообще говоря, есть писатели, которые писали о маньяках, и у каждого что-то такое потом сохранялось. К сожалению, в душе. Вы не боитесь? Борис Натанович, я очень хорошо вышел из этого положения. Я написал сразу несколько очень жизнеутверждающих вещей, то есть вошел в новое состояние. И, слава богу, ну, не знаю, это счастливое свойство или плохое, но если я что-то уже написал, я расстаюсь с ним очень легко. То есть оно меня дальше не держит, потому что возникают какие-то новые идеи. Вот, а новые идеи, они так увлекают, что ты забываешь о том, что было. Поэтому маньяк меня не держит уже. Я от него избавился. Так, ну, немножко наивный вопрос. Ну, вообще говоря, научная работа, вы ученый, да, и литературная работа, это все-таки очень разные сферы, а иногда, можно сказать, даже диаметрально разные, да? А вот как вам удается? Вы переключаетесь туда-обратно каким-то тумблером внутренним или совмещаете в себе? Борис Натанович, это замечательный вопрос, потому что я не переключаюсь, меня переключили. То есть в 1991 году, когда произошел развал Советского Союза, наука благополучно рухнула на Украине. Она в большой степени рухнула и в России, но как-то здесь все-таки страна богатая, ну, относительно Украины. И она сохранилась. А у нас она рухнула по-настоящему. Поэтому мне пришлось искать другие научные отрасли. Там, к сожалению, они тоже пришли в упадок. И вот вторая моя половина тогда взяла вверх. Я начал, написал сначала фантастический роман, поскольку я ученый, у меня были разные идеи. А потом вот меня увлекла психологическая проза, драма. Ну, и вот очень веселые вещи тоже. Веселые – это про маньяков, как я понимаю. Да, без чего. Понятно. Хорошо. Есть еще интересующиеся? Конечно же, традиционный вопрос о прототипах. Без него не мог бы состояться разговор о романе, посвященном маньяку. Вы знаете, прототип я сам. Я уже сказал, это, наверное, да. То есть мне, как ученому, было любопытно. Ну, вот почему он себя так ведет. И я попробовал, знаете, вот попробовал поставить себя в эти условия, в которых он находится, и почувствовать то же, что и он. И, знаете, прекрасно получилось. Прекрасно получилось. А вот вторая повесть, вторая повесть. Я попробовал почувствовать себя поэтом. Ну, не знаю, мой герой – поэт, журналист, который там тоже попадает в разные жизни, такие вот сложные условия. Но мне кажется тоже, что где-то вот его вот политический взгляд на мир удалось вот перенести в книгу. Но это я уже не знаю. Это читатель только может скажет. А вы не пробовали себя вообразить олигархом из этой же повести? Борис Натальевич, я вот честно скажу, я когда пробую себя вообразить олигархом, у меня почему-то ничего не получается. Жаль, жаль, потому что, как мы знаем, жизнь тщательно подражает литературе, вот, и воплощает самые смелые фантазии автора в жизни. Дорогие друзья, я напоминаю, у нас в гостях сегодня Наиль Муратов. Из Одессы. Стенд издательства «Время». Автор представляет роман и повесть «Психопат», книгу-проза «Психопат». У нас в гостях Наиль Муратов из Одессы. Вы можете задать вопросы автору. Приближается автограф-сессия. Так, нет пока вопросов, да? Вообще удивительно, почему? Потому что когда вот москвичи узнают, что я приехал из Одессы, вопросы возникают с первой секунды. Поэтому меня очень удивляет, что вопросов относительно немного. Так мы сразу спрашивали, как там в Одессе? Да, нет, ну вы спрашивали. Я спрашиваю. Да, кстати говоря, да. Да, вот. Ну, вообще-то вот для тех людей, которые сейчас подошли, я уже говорил, я хочу сказать, что слава Богу, в Одессе все спокойно. Люди живут в странном состоянии. В состоянии ни войны, ни мира внутри города. То есть это такое, ну, в науке это называется псевдо-статическое состояние. Это такое состояние неустойчивого равновесия. И я очень надеюсь, что мы из него выйдем. И выйдем с помощью вас, дорогие россияне. Хорошо, что вы в это верите. Я верю. А хорошо, что без помощи, а то она у нас такая... Вы знаете, лучше без помощи. Приятно встретить земляка. Вот видите, да. Очень приятно. Да. Очень приятно. Ну, не хотелось бы говорить только о печальном, хотя и есть такое желание расспросить, узнать из первых рук. Что ж, если нужны вопросы об Одессе, что дает в опере? В опере репертуар существенно не меняется. Верди, Пучини, ну, естественно, и ряд Чайковский. Ну, и известные были. То есть опера живет своей жизнью и, в общем-то, она всегда жила. У меня такое ощущение, что она всегда где-то жила своей жизнью. Всегда отдельно. Вы знаете, в опере что бы ни давали, а туда все равно полгорода больше ходит на люстру посмотреть. Отлично, да. Тоже неплохое занятие смотреть на люстру в опере. Это, по крайней мере, оригинально. Ну, я возвращаюсь к нашим общим баранам. Все-таки, ну, хорошо. А вот эта идея Новороссии, она хоть как-то заражает Одессу? Она ходит в людях, бродит? А я не могу вам сказать, почему. Потому что Одесситы сейчас просто это нормальный инстинкт самосохранения, стараются не говорить о политике. Они стараются избегать эту тему. Поэтому, если раньше я, в общем-то, все понимал, политические настроения одесситов и так далее, то сейчас я сам стараюсь с ними не говорить на эти темы. Но я думаю вот так вот абстрактно, что все-таки эта идея не всю Одессу затрагивает, скажем, а только вот примерно половину Одессы. Где-то эта идея близка. Половине нет. Но это вот вся страна находится в таком расколе. Единственное, что центр тяжести там совмещается в право или влево, в зависимости от региона. Хорошо. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня в гостях у издательства «Время» Наиль Муратов. Автор представляет книгу прозы «Психопат». И сейчас у нас есть еще один шанс задать несколько вопросов автору перед тем, как мы перейдем к самой лакомой части нашего мероприятия, к автограф-сессии. Ну, у меня есть вопрос, конечно. Вот пытали-пытали сегодня автора актуальными политическими вопросами, расспросами о печальных событиях последних. А вот о творческих планах-то, по большому счету, речь и не шла. Итак, что оптимистичного, что нового нас ждет в будущем? Надеюсь, что есть что сказать. Знаете, я такой вот достаточно непредсказуемый автор. То есть приходит идея, я сразу сажусь, пишу, обо всем забываю. Сейчас у меня есть несколько рассказов и повесть новая написана. Повесть еще сырая, но по ней уже есть пьеса. Репетируют ребята, хотят сделать тоже такой вот спектакль очень интересный. Буквально для двух актеров, для парня и девушки. Девушка продает настоящую любовь. Нет, ни в коем случае не секс. Она продает настоящую любовь. То есть смысл в том, что девушка заставляет парня по-настоящему почувствовать настоящую любовь. Но за деньги, за деньги. И вот трагедия двух молодых людей, которые знакомятся. И когда эта девушка влюбляется, а парень ей не может до конца поверить, вот эта трагедия, в общем-то, будет в спектакле, видимо, как-то изложена. Ну и повесть, когда я ее отредактирую, надеюсь, выйдет свет и в России тоже, не только на Украину. Ну и работа над романом я продолжаю, над очень серьезным, таким, который автобиографический момент. Но она, работа над этим романом идет постоянно. Просто приходится отвлекаться на какие-то идеи. А на Украине сейчас издается что-то? Сейчас, ну, на Украине всегда что-то мое издается. Но конкретно сейчас, вот после «Психопата», тоже вот Клая Дара уже перевели вопрос, когда выйдет, вопрос ближайшего времени. И будет вот эта вот повесть, ее тоже как-то ждут в журнале «Радуга», в общем. Ну и там какие-то рассказы выходят. Ну, рассказы – это так, это мелочи. Ну, на украинском, да, все переводится? Нет, журнал «Радуга на русском». Журнал «Радуга на русском», да. Ну, это наш центральный украинский журнал, да. А книжки, ну, мое издательство, которому я продался, это украинский приоритет. Они, конечно, переводят. Продал любовь издательства? Да, безусловно, я продал любовь издательства Морис Натановича. Я это запомнил, что я продал. Ну, не за тысячу евро, чуть-чуть так, другая сумма. Ну, любовь, продал настоящую любовь. А мой вопрос. Вы скажите, какой вы видите Одессу через год и через пять лет? Повторите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какой вы видите Одессу через год и через пять лет? Вы знаете, Одесса – это достаточно неоднозначное понятие. Одесса – это город, и Одесса – это люди. Я попробую ответить по сразу двум аспектам. Город, наверное, станет лучше, потому что Одесса действительно все время становится лучше. Одесса – это очень активный город. Одесса – это по-настоящему европейский город. А вот что касается людей, я не могу сказать почему, потому что вот те люди, с которыми я в юности, в более зрелом возрасте, составлял часть Одессы, какую-то частичку Одессы, многих уже нет. Очень многие выезжают. Их место заполняют другие люди с другим менталитетом. Так что вопрос сложный. Но внешне, мне кажется, Одесса, она будет продолжать улучшаться, потому что этот процесс, он все время идет, он не останавливается. Быстрее, медленнее, но он идет. У меня акцент как раз на внутреннее состояние города. Боюсь, что я не могу сказать ничего определенного. Я не могу сказать, что это плохой процесс. Ни в коем случае. Может быть, это и правильно. То, что, скажем, очень много уехало евреев. А у меня в классе все мои друзья были евреи. За исключением одного друга. Но он тоже уехал. Ну, в общем-то, сложно сказать. А татары не уезжают? Татары мало в Одессе. Татары много в Москве. Но татары не уезжают почему-то. Вот странно. Ну, Одесса, как татарский город, да, это прозвучало бы. Я прошу больше вопросов, потому что мне очень приятно на них отвечать. Знаете, в Одессе мы сейчас больше молчим. Нет, просто я вам скажу. Я две недели как из Одессы. Я вот по поводу ваших разговоров, да, тоже. Я знаю, что там... Нет, не хочу, да, это... Я знаю, что там флуарные разговоры. Вот именно вот вернулись к Советскому Союзу, да, когда разговоры идут на кухне. Да, безусловно. Если это не для печати, то безусловно. Да, конечно. Ну, в сложное время, война. Это где-то психологически может быть и понятно. Знаете, я очень толерантно отношусь абсолютно ко всем гражданам Украины. У меня знакомы с одного, с другого бока. Я стараюсь не потерять своих друзей. Просто странно заметно, что Одесса стала другая. Ну, страна, вся страна стала другая, потому что очень драматические события происходят. Очень драматические события. И здесь нельзя никаких однозначных оценок давать. Мне всегда интересно, что слушают композиторы, кроме своей музыки, и что читают писатели. Вот вы что читаете сейчас, или каких авторов вы любите? Знаете, как ни странно, как ни странно, больше всего, вот, больше всего. Вот моя увлеченность фантастикой с детства, она сохранилась до сих пор. То есть больше всего я до сих пор люблю читать фантастику. К сожалению, хорошей фантастикой сейчас очень мало. Ну, а что? Очень люблю читать зарубежную литературу, но сейчас практически времени тоже очень мало. Приходится больше читать наших авторов. Почему? Потому что это приходится делать, ну, просто по профессиональным, так сказать, мотивам. Я ответственный секретарь Корнечковской премии. Я сейчас нахожусь в какой-то сфере литературной жизни Украины. Вот, достаточно известный на Украине писатель. Мне приходится много читать наших авторов украинских. И, в общем-то, особо делиться там впечатлениями я бы не стал. То есть, мне достаточно, не хватает времени, не хватает времени на то, чтобы вот читать то, что мне хотелось бы. Перечитать Достоевского. Нет, ну, Достоевского еще раз я уже не буду перечитывать. А ваших авторов не украинских? Ну, вот, кое-кто попадается. Ну, мне, честно говоря, скажем, может быть, это будет обидно Борису Натановичу. Последняя книга Улицкой, например, как-то, ну, не особенно произвела впечатление. А, может быть, это была предпоследняя книга, я не знаю. Что? А предыдущие Улицкой, я имею в виду, что... А предыдущие, мне кажется, были интереснее. Ну, опять-таки, я небольшой любитель, небольшой любитель женской литературы. А из фантастов, из современных или из классики фантастов? Вы знаете, я познакомился с ними на их съезде, вот, который у нас в Одессе произошел. Кое-что почитал, ну, это веселые такие ребята, но как-то вот далеки они уже от литературы. Из современных, которые вы не называете? Кроме Маши Галиной, которая пишет хорошую фантастику. О, она только что была здесь. Ну, жалко, что мы... Да. А из патриархов, из классики фантастиков, зарубежные имена, назовите кого-нибудь, кого вы цените? Ну, ну, там столько имен, начиная с очень любимого мною Азимова, Катнера, Брэдби. Да там, там, да, там просто десятки имен, там всех не назовешь. Но, к сожалению, сейчас вот то, что мне мой сын пересылает, он периодически находит, это уже не так интересно. А он работает с ником Перумовым в одном университете. Как вам Перумов? А я не считал Перумова. Я даже не знал, что... Никак. Никак. То есть не стоит. Но он мне не рекомендовал считать. Все ясно. Но все-таки, раз вы просили вопросы, продолжаем вас мучить. Если бы у вас была возможность составить только одну книгу из жанра зарубежной фантастики, пожалуйста, автор произведения. Одну. Ну ладно, хорошо, две. Нет, ну это... Ладно, три. Это жестоко. Это жестоко просто. Потому что тут, ну, столько... Ну, знаете, мне очень нравилась книга, которая, может быть, не всем нравится, «Конец вечности» Айзека Айзимова. Вот. Рэй Брэдбери, у него «Марсианские хроники», 451, ну, у него просто все очень хорошо. То есть его оставить. А вот дальше между Шекли и Катнером выбрать было бы очень сложно. Совершенно согласен. Выбрать никогда невозможно. Но это такой вопрос провокационный. Друзья, у нас есть еще вопросы? Сейчас вы у нас... А вы же на руке. Так. Да. Да. Браво. Так. Кстати, да. Расскажите что-нибудь. Потому что интересно узнать. Как терпеть-то таких? Как меня терпит жена? Да, знаете, очень хорошо меня терпит. Она такой мизантроп. Она из всего человечества, согласно со мной, еще как-то примирится. Вот. Но у нас замечательный счастливый брак. Я ее очень люблю. Вот. Надеюсь, она меня тоже. И как-то, в общем-то, все это происходит хорошо. К сожалению, первая моя жена, светлая ей память, вот, мама Женя, умерла очень рано и нас оставила. Желаем вам хорошего мечта. Дорогие друзья, я напоминаю, что в гостях у издательства «Время» сегодня Наиль Муратов. Автор представляет книгу прозы «Психопат». У вас есть возможность задать вопросы. У нас есть еще несколько минут перед тем, как мы перейдем к самой лакомой части нашего мероприятия, к автограф-сессии. Хорошо, тогда очередной заранее заготовленный вопрос, без которого тоже не обойтись. Скажите, пожалуйста, каким вы видите будущее русской литературы? Здесь вопрос типовой. Литература подразумевается не только русская, но и русскоязычная во всем мире. Что все важное для будущего литературы? Знаете, в общем-то, в достаточно оптимистических, наверное, каких-то тонах я должен ответить, потому что мне кажется, что чем сложнее время, тем интереснее литература. А мы, безусловно, входим в полосу очень сложного времени. Поэтому в отношении русскоязычной литературы у меня, в общем-то, самые такие серьезные, такие хорошие ожидания. Так, подпишите. Дорогие друзья, ну вот, наконец-то, да, все желающие смогут подписать книгу. Итак, у нас в гостях сегодня Наиль Муратов. Подходите, пожалуйста, в стенд издательства «Ц-24». Сегодня в гостях у времени Наиль Муратов. Автор представляет книгу «Психопаты». У вас есть возможность получить автограф.